Специалисты Управления Федеральной Налоговой Службы по Забайкальскому краю просят налогоплательщиков внимательно заполнять платежные документы по налогам, сборам и страховым взносам. С 4 февраля в них надо ставить новые реквизиты. Изменения касаются налогоплательщиков 26 регионов, в том числе Забайкальского края. Управление Федеральной Налоговой Службы по Забайкальскому краю сообщает, что с 4 февраля текущего года меняются реквизиты банковского счета, открытого Управлением Федерального Казначейства по Забайкальскому краю в подразделениях Банка России на балансовом счете номер 40101. С указанной даты налогоплательщики при заполнении расчетных документов на перечисление налогов, сборов, страховых взносов в поле 17 должны указывать новый счет. Во избежание образования нереальной задолженности и своевременного поступления денежных средств в бюджеты всех уровней, налогоплательщики должны правильно заполнять платежные документы. Реквизиты счета вы видите сейчас на экране. Их также можно найти на официальном сайте Федеральной Налоговой Службы России www.nalog.ru На информационных стендах в налоговых инспекциях Забайкальского края или уточнить по телефону Единого контактного центра 8 800 222 22 22. Это касается абсолютно всех налогоплательщиков, как индивидуальных предпринимателей, физических лиц, юридических лиц организации. 2019 год внес изменения не только в реквизиты на уплату налогов, но и дополнил Налоговый кодекс новым понятием – единый налоговый платеж физического лица. Предполагается, что он упростит уплату имущественных налогов физических лиц. Это денежные средства, которые перечисляются для уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц. Единый налоговый платеж можно заплатить досрочно. Переведенные в бюджет средства будут засчитаны при наступлении срока уплаты. Данный платеж должен сократить время, затрачиваемое на оформлении платежных документов, а также минимизировать ошибки граждан при заполнении нескольких платежек. Серафима Ляхова, Дмитрий Пенигин. Время новостей.